Здравствуйте, уважаемые коллеги, очень рада вас приветствовать. Ну, тема моего доклада, она обозначена. И вот тут хотелось бы сказать, что вообще вот эта тематика, влияние... Ваша пока не запущена презентация, а тема ваша звучит. Нейра Пушкин, нейра Гоголь или о судьбе писателя и читателя в нейроэпоху. Вот такая необычная тема. А презентацию у вас будет? Нет, презентации у меня не будет. Понятно, давай. Про нейра Пушкина и нейра Гоголь я буду рассказывать без презентации. То есть тут будет устное такое сообщение, я как-то попытаюсь обозначить проблему. Проблема, которая связана с тем, что намечается какое-то изменение представления о том, что есть творческий процесс. Творческий процесс именно в плане порождения текста, связанных как раз с писателем, с писательским весом. Естественно, что данная проблема находится в контексте вообще вот этого широкого размышления о том, как сейчас будет представлено, заявлено человеческое творчество, по своей сути такое уникальное и неповторимое, в той эпохе, когда можно развивать искусственный интеллект. То есть это совершенно такая очевидная тенденция, которую мы с вами почувствовали, может быть, на каком-то таком информационном уровне, с одной стороны, да, это можно посмотреть разные такие поколенческие отношения. А с другой стороны, уже на некой такой обращенности веру в то, что скоро даже творчество будет осуществляться не иначе, как с помощью применения технологии искусственного интеллекта. И проблема-то понимается это широко, то есть это не только литературное творчество, то есть порождение смысла через слово, но и в целом в искусстве, в дизайне, среди художников. Вот эта проблема очень остро обозначена. Естественно, я весь этот большой контекст не беру, только на проблеме литературного творчества остановлюсь. Ну, немного истории. Понятно, что проблема выхода к каким-то таким упрощенным и автоматизированным формам творчества литературного, она была заявлена в начале 20 века. Естественно, в начале 20 века, когда остро обозначилась вот эта проблема экспериментов, проблема экспериментов в создании чего-то нового, неожиданного и нестандартного. Если мы посмотрим на вот саму слон вот этих эпох, в которых происходило, то вот сюрреалисты, заисты, то есть они стремились выйти из неких таких границ языка и прибегали к различным экспериментам, связанным с автоматизированным письмом. То есть когда разум раскрепощается, привычные нормы языковые каноны разрушаются и появляется что-то неожиданно новое. То есть вот эта некая сосредоточенность на том, чтобы создать что-то иное, постигнуть некие законы творчества и как-то их, ну, в такой очевидной схеме, схеме, которую можно использовать как такой своеобразный инструмент, она была заявлена. Но я бы так сказала, это попытки размышления о таком автоматизированном творчестве еще вне контекста взаимоотношений человека и технологии. Это начало 20-го века, это эксперименты сюрреалистов, дадаистов и прочих творческих таких направлений. Но этим все и ограничилось, то есть это все и осталось на уровне таких художественных экспериментов, воспоминания о том, как пытались выработать поэты той эпохи технологии. И совершенно иная точка отсчета в размышлении о том, как можно автоматизировать творческий процесс, как можно использовать человеческие инструменты, находящиеся за границами человеческой личности, точка отсчета начинается в тот момент, когда можно начинать развиваться технологии. И вот тут как раз вот этот разговор о развитии технологии, это то, как человек начинает размышлять о том, как можно творить с использованием машины. Как можно творить с использованием машины, используя ее мощности. Мощности, во-первых, то, что она может идти таким более быстрым путем, понимая какие-то элементарные законы творчества, это раз. И понимая ее мощности, что она может как-то использовать этот контекст уже наработанный в модели творческого процесса. И вот тут мы как раз должны, наверное, прикоснуться к этой истории искусственного интеллекта, то есть к этим самим механизмам постижения того, как компьютер, он начинает ходить постепенно в пространство человека, пространство его такой жизни. И вот в то пространство, где как раз ему отдается все большая зона там, где он может что-то делать для человека. Ну, понятно, что история эта полувековая, вот из компьютерных технологий, которые ориентированы на создание искусственного интеллекта, вот в том представлении, в том понимании вот этих интеллектуальных мощностей, как они здесь и сейчас. То есть он не сразу такой появился. Но тут сразу я хочу сказать, что параллельно начинает намечаться вот такой самобытный сюжет оригинальный. Вот как раз когда программисты не просто сосредоточены вот для того, чтобы развить мощности искусственного интеллекта, начиная с середины 20 века, а то как раз они начинают вступать в вот это пространство эксперимента для того, чтобы использовать искусственный интеллект для порождения художественных текстов. То есть это некие такие очаговые экспериментальные примеры, те примеры, которые, ну, говорят о неком таком просто любопытстве. То есть, иными словами, здесь вот многие мои рассуждения не получат, что вся первоцельств создания искусственного интеллекта, она была рассчитана на то, чтобы порождать художественный текст. Это скорее был такой побочный эффект таких неких любопытствующих программистов, которые в том числе и эту задачу хотели поставить перед искусственным интеллектом. Естественно, изначально в это пространство эксперимент, когда компьютерные технологии в середине 20 века начинают входить в это пространство творческой мысли, становится поэзией. Тут все совершенно очевидно, тут все совершенно предсказуемо, почему эксперименты у программистов эти были связаны с поэзией, а не с прозой. Потому что поэзия – это само по себе, да, язык совершенно особый, крайне редко мы поэтический текст читаем в тех же количествах, что и прозаический, ну, потому что требует какой-то совершенно особой такой эмоциональной подготовки. Но в то же самое время, само по себе, вот во внутренней логике, поэтическая мысль, она достаточно дисциплинирована. И вот эта дисциплинированность, которая связана с ее такой некой предсказуемостью, повторяемостью, то, что связано с астрофикой, с размерами поэтическими, с ритмами, да. Мы же сразу с вами отмечаем прозу от поэзии. Вот это связано было с тем, что как-то постигнуть законы, вот эти такие содержательные механизмы, вот эти ключевые формальные требования по поэтическому языку, они в сумме своей составляли вот те условия, чтобы взять вот эти законы, наложить их на некие такие, обработать их и представить как некие такие требования программному, программистам, то есть теми, кто разрабатывает все программные коды, как некую вот эту задачу, задачу вполне конкретную. И тем самым породить вот вполне такой ожидаемый поэтический текст, вот тот поэтический текст, который можно будет очень легко понять, что там соблюдены законы, которые требуются к поэтическому тексту, то, что я перечисла, ритм, размер, строфика и так далее и тому подобное. То есть здесь регулярность, повтор, нужно четко статистику какую-то вычленить, и все это достаточно прозрачно и очевидно. То есть изначально в пространство как раз начинает попадать поэтический язык. Но все это, как я сказала, были очаговые эксперименты, то есть такие нерегулярного характера, и больше они носили такое, ну, а почему бы не попробовать, но не более. Естественно, те поэтические тексты, которые появлялись, то есть это и американские исследователи, и во Франции есть такие примеры, и в нашем отечественном контексте у нас начинает развиваться эта идея, эта мысль поэзии подобного рода, создаваемая имя, с помощью использования технологических инструментов, они такие достаточно специфические. Это невысокая поэзия, это не язык Пушкина, это не язык поэзии серебряного века. То есть они так и остаются на уровне вот таких случайных экспериментов. А почему бы нет, почему бы не попробовать. Ну, это всегда было, чтобы внимание программистов к подобному потенциалу искусственного интеллекта, вот тех зачаточных формах, как он был представлен в начале 20-го века, начиная с середины 20-го века. И совершенно иначе все начинает складываться уже в текущей ситуации, когда вот, ну, достаточно мощно развивается технология, достаточно мощно начинает развиваться и само вот это понятие искусственного интеллекта. Вот это сама логика вот этих программных продуктов, которые, ну, берут на себя достаточно большой объем знаний, с одной стороны, и тем самым присваивают себе набор, очень такой широкий набор тех умений, которыми они могут обладать. Ну, я так думаю, все мы живем вот в одинаковой реальности и представляем вот то, что действует. Вот эти разговоры о том, что произойдет такой парадигмальный слов в отношении профессии, в отношении того, что будет делать человек, что будет делать машина. И вот тут как раз в этом контексте совершенно уже обозначился не то, что такой, знаете, панический ужас, что скоро все тексты художественные будут создаваться роботами, а человеку не останется места, но здесь уже вот этот уровень экспериментов очаговых, которых я сказала в начале 20-го века, вот начиная с 21-го века, он уже приобретает некий такой разнообразный характер. Здесь уже появляются такие совершенно примеры, иллюстрирующие разные тенденции вхождения вот этих высокотехнологичных инструментов в сферу человеческой творческой деятельности. Вера Юрьевна, а я вынуждена напомнить вам о времени. А сколько у меня осталось? Три минутки. Три минутки. Ну, давайте так. Значит, я вам сразу перечислю те примеры, которые мне удалось обозначить, чтобы выстроить некую типолосу. Во-первых, здесь обозначилась та ситуация, что это все сейчас будут примеры из американского контекста. Во-первых, есть уже отдельные специальные мероприятия, вот такого некого фестивального типа, где как раз собираются программисты, и они на конкурсы выставляют те самые программные коды, которые должны генерировать тексты. Романы, повести, то есть здесь достаточно уже такая широкая прозаическая жанровая политика. Это раз. Во-вторых, здесь уже появляются отдельно литературные онлайн-журналы, то есть онлайн-журналы, где материалы тоже генерированы искусственным интеллектом. То есть это сначала 2000. Потом появляются целые отдельные программы в Google и Яндексе, которые тоже начинаются, цикл таких мероприятий, где как раз показывается вот это сочетание, синтез, взаимодействие человека и машины в творческом процессе. То есть вот это такие системные мероприятия, которые уже говорят о неком активном внедрении вот этих форм взаимодействия. Второй момент, который мне бы хотелось обозначить, здесь уже вот то, как это может повлиять на как раз вот это соотношение человеческого и технологического в творческом процессе. Тут существует два таких подхода. С одной стороны, это инструментальный, то есть то, когда мы с технологиями относимся как к инструменту, а с другой стороны, это генеративный, то, когда мы даем технологии полную автономию. Так вот, на текущий момент здесь как раз обозначена вот эта ситуация, все-таки не полностью мы отдаем автономно искусственному интеллекту в порождении текстов, а как раз мы рассматриваем это как такой своеобразный инструмент. Вот что я хочу сказать. То есть здесь, опять же, зарубежная практика показывает, что есть примеры уже когда детские тексты, то есть детская литература выпускает, ну это и, конечно, единичные, уникальные примеры, созданные с помощью искусственного интеллекта. Это раз. Во-вторых, это есть отдельные произведения в жанре нон-фикшн, то есть ориентированные на отдельные площадки, где-то публикуются, это два. То есть следующий пример, есть уже отдельные переводческие проекты, тоже созданные, ну перевод примитивно, так говорить, созданные вот этим гуглом, переведенные гуглом. Но если дальше продолжать разворачивать вот этот перечень примеров уже существующих, пока, конечно, это в основном массив зарубежных практик, то там все равно идет очень мощное взаимодействие между человеком и между машиной, потому что все равно эти тексты, они подвергаются такой радикальной редакторской обработке. Но радикальное незначение, что редактор переписто, все-таки вносит свою творческую часть. Если здесь опять же рассматривать изначальный замысел, то опять же команда работает над неким формулированием задач, которая машине отдается на некое исполнение, на некую реализацию, то есть такого некой автономности, самостоятельности искусственного интеллекта нет. А с другой стороны, вот тем, опять же, показательные примеры яркие, которые есть в отечественном случае, у нас недавно была обозрекована книга, которая была посвящена профессиям будущего, и она как раз была переведена Яндексом. Здесь как раз само издание, оно само по себе построено на неком таком соотношении. С одной стороны, есть главы, которые полностью там представлены в том виде, как они были переведены Яндекс.Переводчиком, без редакторской правды, то есть без участия человека. Ну, понятно, что человек, ну, кто создал эту программу, но вот так в таком виде. А с другой стороны, это вот те главы, которые подверглись этой редакторской правде, то есть вот той обработке, которая состоялась. Ну, на контрасте, чтобы показать, чтобы показать вот этот некий сбит, который происходит, что уже вот сам вот этот переводческий процесс, ну, такими обоюдными усилиями совершается, это раз, и то, как показать недостатки, может быть, еще и несовершенство этой системы, и в то же самое время, может быть, обнажить вот, ну, значение человека в обработке вот тех текстов, которые существуют. Ну, это вот такие примеры, которые, ну, на самом деле, говорят, что уже такие разнообразные формы проявления, разнообразные формы демонстрации, разнообразные формы вхождения. И вот это вхождение, оно как раз актуализирует проблему двига, вот, с одной стороны, вообще в соотношении творчества машина, человек творчески мыслящий машина, двиге в этой профессиональной издательской сфере, да, то есть те же самые подготовки онлайн-журналов, те, которые готовят машины, или те, которые готовит человек. Тексты, которые мы публикуем в чистом виде, где сделаны машины, либо все-таки редакторская правка. И еще один очень важный момент, вот, пока он только назреваемый, вот, это антропология чтения. То есть, с одной стороны, все равно, вот, это есть некое представление о том, что мы читаем тексты, художественные тексты, чувствуем, вот, те примеры, которые я сейчас привела, они все связаны как раз с художественными текстами, с текстами, которые организуют пространство досугового чтения. И здесь как раз вот чтение, как режим некого общения с человеком, режим общения с тем текстом, где явлено вот это живое переживание мира. А тут, по сути дела, совершенно изменяет уже сам тот изначальный импульс, когда эти тексты создаются. И отсюда мы-то, со своей стороны, приведшие к этой традиционной паразигме, мы-то готовы, не готовы читать такие тексты. То есть, с одной стороны, очень мощно запустилось вот это колесо, что тексты создаются, да, примеры уникальные, да, примеры единичные, а читатель-то готов, то есть, это вот та перспектива исследований, которая намечается вот в этой сложившейся ситуации. А почему статья названа Нейра Пушкина, Нейра Гоголь? Потому что в нашем отечественном пространстве, когда мы начинаем создавать автопоэтов, у нас обязательно появляется образ Пушкина. То есть, очень много таких программных приложений, где вот именно как-то стилизация под Пушкин идет. А почему статья называется Нейра Гоголь? Потому что здесь, опять же, ну, я в контексте, нет такой Сергея Лукьяненко, в юбилейный контекст, в Гоголевский, он тоже с одной из подобных программ создавал текст, похожий на Гоголя. Если интересно, можно посмотреть в интернете, то есть, как уже вот эти тексты, имитирующие наших классиков, они в таких прагментарном виде уже достаточно насыщенно представлены в информационном пространстве. Все, прошу прощения, с ней. Спасибо.